Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». Мы сегодня обсуждаем вопросы семейного законодательства, семейное право, все, что с этим связано. Сразу скажу, что у нас в студии гости. Наталья Бокова, эксперт юридической фирмы «Частное право» и Максим Домбровицкий, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Легисгрупп». Все мы адвокаты, доброе утро, коллеги. Добрый день. Уже день, да, собственно говоря. Уже, я думаю, что рабочий день действительно в разгаре. Итак, семейное право, вопросы семейного права. Детям до 16-ти вход запрещен, да. Оттащите своих детей от голубых экранов, да. Ну, на самом деле, между прочим, раз уж мы об этом заговорили, да, хотя действительно, ну, все-таки лучше, чтобы дети, наверное, не слушали нашу передачу по связи с тем, что мы можем обсуждать вопросы развода, расторжения брака, наверное, для детской психики. Это не всегда бывает приятно и полезно, но, тем не менее, есть ведь масса вопросов, раз уж мы подняли эту тему первой, которая касается именно защиты детей. Сразу анонсирую телефон студии 6510-99-6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать нам вопросы по семейному праву сегодня, и мы обсудим с коллегами обязательно в прямом эфире ваш вопрос, либо написать комментарий на сайт финам.фм. Также приглашаю вас посетить сайт, и можете вопросы задать через интернет. Вопрос, какие относятся к семейному праву, их настолько много, я думаю, мы все сегодня не сможем обсудить, но начнем с того, что раздел имущества, почему я его поставил вперед, перед так называемым разводом. Напомню, что развод — это у нас бытовое слово, на самом деле, это расторжение брака. Ну, проще говорить, понятнее, мы все к этому уже привыкли. Во-первых, потому что раздел имущества можно провести, не обязательно расторгая брак, можно находясь в браке. Да, правильно я говорю, коллеги? Да, совершенно верно. Достаточно редкая ситуация, на самом деле. Ну, почему? Ну, вот по практике, как правило, все это связано с расторжением брака. Супруги достаточно редко делят в браке имущество, не знаю, по какой причине. А вы знаете, что мне сразу в голову пришло? Вот мы обсуждаем вопросы, связанные вроде бы как со всеми частными лицами, с их жизнью, с семьей и прочее. Как это касается бизнеса? Вот сейчас как раз мы говорим, раз уж заговорили о разделе имущества. Мы помним, что раздел имущества может происходить, потому что кто-то из сторон супруга или супруга, либо бывшие супруги этого захотели. А может быть, еще и по другой причине. Ведь могут кредиторы потребовать раздел имущества для того, чтобы свои долги реализовать за счет той части, которая одному из супругов должнику принадлежат. Бывают такие ситуации, действительно, когда обращаются либо банки, кредитные учреждения, либо действительно кредиторы по каким-либо обязательствам. По сути, принудительно происходит раздел имущества. Хотя сейчас при наличии такого количества грамотных и не совсем грамотных юристов, достаточно часто людям бизнеса советуют просто-напросто использовать иные схемы вывода активов для того, чтобы просто-напросто избежать подобных ситуаций. Все бедные, как церковные мыши, как правило. Именно с большими капиталами люди. Что касается частных случаев, просто, скажем так, дом-квартира-машина, тогда да, какие-нибудь коллекторы охотятся за человеком, то, в принципе, такая ситуация возникает и бывает. Но ведь смотрите, то, о чем вы говорите сейчас, Максим, оно и другую сторону медали имеет. Раз мы говорили о разделе совместного наше имущество, здесь есть какой момент? Если мы что делим? То, что было приобретено, давайте так для всех наших слушателей скажем, в браке и не безвозмездно получено каждой стороной. То есть то, что мы получили через дарение, или через наследство, каждый из супругов лично получил себе в собственность, это не, как правило, не делится. Как правило, да. Как правило, потому что есть у этого исключения, мы можем тоже его озвучить. Если есть некое личное имущество, но у него в процессе брака были вложены, капитальные, да, сделаны вложения, например, был домик в деревне 80 метров. Вы прямо вот как в воду смотрите. У меня вчера подобная ситуация была, вчера вот обращался человек с подобным вопросом, действительно, до заключения брака сделка была совершена мужчиной по покупке дома, загородного, причем порядка миллиона долларов он стоит, да, то есть цена достаточно сильно обрадовала юристов, адвокатов, которые будут заниматься этим делом. То есть вас. Да, да, ну так, если уж совсем. Потом выясняется, что вот свидетельство о праве собственности уже было получено в период брака, да, и во время брака, оказывается, были куплены именно голые стены, да, то есть по сути коробка. А все улучшения, коммуникации, мебель, отделка были произведены уже во время брака. Вот женщина считает, что она ни на что прав не имеет и совершенно от безысходности просто вот вопрос задала, обратилась и так далее. Мы говорим, извините, достаточно есть ряд серьезных оснований у вас разделить этот дом, поэтому давайте, давайте, да. Ну то есть вот не стоит опускать руки в таких ситуациях, я вот призываю слушателей. Поэтому, в принципе, и в рамках нашей передачи, если есть какие-то подобные вопросы, да, достаточно коллизионные, можно сейчас в эфир, я понимаю, позвонить, для их задать. Да, я, кстати, сразу напомню еще раз, телефон 6510-99-6, код Москвы-495, звоните, обсуждаем семейные вопросы. Но, тем не менее, если мы будем говорить о большей части, не об их исключениях, а о большей части, то, что было приобретено у нас в браке, подлежит разделу, да. Кстати, вот сразу у меня тоже вопрос такой. Не вопрос даже, а скорее пояснение для слушателей и очень важный момент. Дело в том, что мы обсуждали, что можно в процессе брака совершить раздел, можно совершить раздел после брака. Так вот, есть такое понятие, как срок исковой давности. На всякий случай, говорю слушателям, чтобы они с этими вопросами не тянули. Когда-нибудь потом мы обязательно это решим. Срок исковой давности составляет 3 года. В данной ситуации с датой расторжения брака. Если мы расторгаем брак через суд, такой датой является дата вступления в законную силу решения суда. Если расторгаем через ЗАГС, то, соответственно, дата, когда мы... А я бы поспорил. Извините, да, в Семейном кодексе есть, опять-таки, примечание о том, что супруг вправе оспорить сделку с того момента, то есть срок начинает сечь с того момента, когда право супруга нарушено. Когда он узнал, да, нарушение? То есть не с момента расторжения брака, а когда у него возникли препятствия в пользовании этим совместным имуществом. Очень вся прелесть нахождения трех юристов за одним столом, сразу могу сказать, да, она возникает именно в том, и, кстати, это очень здорово, что мы до наших слушателей это донесем. Нет простых ситуаций. Ну, пожалуй, кроме иска о расторжении брака, то есть о разводе. Один заявил, он обязательно будет расторган. Да, это единственное дело, по которому гарантию можно давать. Да, да, абсолютно верно. Можно, вот я прошу прощения, хотел бы вернуться к сроку исковой давности и обращаясь, опять-таки, к судебной практике, к своей практике, с которой у меня, в общем-то, достаточно, вот было много таких дел. Я бы уважаемым слушателям все-таки порекомендовала не тянуть... Сроки вообще не пропускать, чтобы потом не восстанавливать. Потому что практика неоднозначная, да, и будет очень-очень много проблем, причем и на моей практике много отрицательных решений. А более того, вся сложность заключается в том, что суды по-разному, подчас очень схожие дела решают. Вот вы сейчас сказали, что со дня, когда узнала о нарушении права, а я сразу вспоминаю, что есть статья в Гражданском кодексе, который говорит, что сделки, 181, но говорю на память цифру, могу чуть-чуть ошибиться, сделки, 3 года с даты начала исполнения. Вот какую мы начнем, какой срок исковой давности, какую статью мы будем применять, да? И вот мы начнем об этом спорить в суде, и кто переспорит, это вопрос второй, чью позицию займет суд. Это, как бы, это можно увидеть по решению суда. Чтобы не рисковать, действительно, сроки пропускать не нужно, поэтому мы, скажем так, в общем и целом, старайтесь решать вопросы, связанные с разделом совместно нашего имущества. Ну, Максим, вы так прям с плеча рубите. Вы знаете, извините. А до расторжения брачный контракт, между прочим. Тоже вторая тема, которую мы сегодня, я думаю, обязательно обсудим. Я просто хотела бы, опять-таки, может быть, закончить эту тему относительно срока исковой давности. У меня в одном суде рассматривается дело, когда имущество было приобретено на имя одного из супругов, и, ну, по каким-то причинам его супруга после расторжения брака не стала подавать иски о разделе. Это была квартира. И незадолго до истечения трехлетнего срока она подает иск в суд, и выясняется, что квартира продана. То есть на сегодняшний день собственником является там третье лицо, которое купило квартиру. Добросовестный приобретатель. Да, добросовестный приобретатель. Или внешне добросовестный. Это будет выяснено в процессе. Но, тем не менее, есть спор, который длится уже более полутора лет, и, в общем-то, не все так просто. Там, я понимаю, арест наложен на это имущество. Да, арест наложен. А как, интересно, органы регистрации на это смотрели? Дело в том, что не требуется согласие при расторжении брака, согласие бывшего супруга не требуется. Просто у нотариуса дает заявление о том, что не состоит в зарегистрированном браке. Вот и все. Оно прилагается, подается в Росреестр. И супруг, собственник этой квартиры, указал, что в браке он не состоит и не состоял. Конечно, я считаю, что покупатель должен был проявить, конечно, разумную осмотрительность и выяснить некие причины. Мы, кстати, недавно, отвлекусь сейчас буквально на секунду, тоже в прямом эфире обсуждали, точнее, вопросы, вообще будем обсуждать, немножко ошиблась, вопросы, связанные с регистрацией, с проверкой вообще, вот когда приобретается недвижимость, как провести проверку. Досконально. Это тоже огромный вопрос. И нередко люди, которые приобретают недвижимость, не все можно проверить. Попробуйте даже адвокат, если обращается в ЗАГС с запросом о том, состоял, не состоял, какие ответы мы получаем. Да никаких, как правило, не получаем. По ЗАГСу, да, я могу сказать, что зачастую они просто отказывают. Отвечают, либо отказывают от получения информации, это персональные данные, которые они не разглашают только через суд. Как проверить? Либо незаконным способом, извините, да, уж если об этом говорить. С потолкой коньяка куча словам. Да, ну, мы же не можем принуждать людей говорить о том, что вы должны быть добросовестными, незаконными способами, получая информацию. Это огромный, кстати, момент, но вот к тому примеру, который, Наталья, вы сейчас привели, я хочу сказать, что возможно, что если бы человек не тянул с расторжением брака, сделка по продаже бы еще не произошла, квартира была бы арестована, будучи на супруге, и уже спокойно решался бы их вопрос, не нужно было бы последующие сделки оспаривать, не был бы замешан в этом еще один участник, который тоже, естественно, свои права отстаивает. Я напомню нашим слушателям, что в прямом эфире «Формула права» с вами я, Анастасия Брайчева, ведущая. Мы вместе с гостями студии Натальей Боковой, экспертом юридической фирмы «Частное право» и Максимом Домбровицким, управляющим партнером московской коллегии адвокатов «Легисгрупп» обсуждаем сегодня вопросы семейного права. Я знаю, что у нас уже есть звоночки и вопросы на сайте. Сейчас мы выслушаем обязательно новости и сразу к ним вернемся. Итак, «Формула права» в прямом эфире. Напомню, что мы обсуждаем семейные споры. Начали разговор с того, что говорили и о расторжении брака, и в первую очередь разделе совместно на житую имущество. Вопросов сразу оказалось столько... Начали за упокой, в общем. Начали за упокой? Нет. Я считаю, что нет, потому что, с одной стороны, очень тонкостей много, да, и все мы, конечно, наверное, даже и сразу не сможем и не успеем банально озвучить, но надо с чего-то начинать. Я думаю, что слушателям, с одной стороны, нужно понимание, что каждая ситуация индивидуальная, каждую ситуацию нужно решать отдельно и желательно с юристом, но, с другой стороны, есть определенные моменты, которые всем нужно помнить и о которых нужно знать. У нас есть звонок, звонок с вопросом. Добрый день, доброе утро. Алло, не слышим вас. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Арти. Арти, здравствуйте, слушаем вас. У меня такой вопрос. Мне и моей сестре пополам принадлежит квартира. Моя сестра замужем. Если вдруг, не дай бог, что-то с ней случится, имеет ли право муж сестры претендовать на долю, на ее долю в нашей квартире? Арти, а сразу вопрос. Откуда ваша сестра эту квартиру, эту долю получила? Каким образом? Она принадлежала нам еще до ее свадьбы. Это просто наша приватизированная квартира. Ну вот смотрите, я сейчас возьму на себя такую ответственность ответить на этот вопрос. Я думаю, что коллеги меня поддержат. Дело в том, что то имущество, которое супругу принадлежало до того, как был оформлен, зарегистрирован брак, это его личное имущество. И если вот тот момент, который Арти, мы сегодня обсуждали, если вы слышали, еще раз скажу, что если не было каких-то капитальных вложений, а тут еще большой спор, может быть, капитальные вложения в долю, это тоже момент такой, достаточно спор. Но тем не менее, если в эту квартиру никаких капитальных вложений со стороны семьи вашей сестры уже в процессе ее брака не было, я думаю, что это, наверное, маловероятно, тем более вы являетесь сособственником, то в этой ситуации это ее личное имущество. И ее супруг, в случае, если по той или иной причине они будут делить это имущество, точнее, оно не будет делиться, потому что не является совместно нажитым. Наталья, что хотите добавить? Извините, я услышала в вопросе, что если с сестрой что-то случится, имеется в виду все-таки расторжение брака с супругом? Или наследство Арти? Да, иные обстоятельства. Имеется в виду это другое, наверное. Иные обстоятельства. Ну, я хотела бы сказать, что супруг, и это уже у нас начинает действовать рамки наследственного права, супруг входит в круг наследников по первой очереди. Поэтому, значит, наследником первой очереди являются супруги, дети и родители. Вот, поэтому эта доля будет, соответственно, наследоваться, ну, супруг будет иметь право на часть. Ну, опять же, наследственное право, Арти, сразу хочу сказать, что я думаю, что мы об этом обязательно поговорим в нашей программе, но это отдельная тема, потому что здесь может быть завещание, ваша сестра может написать завещание, если ее супруг не будет иметь право на обязательную долю. Он, может быть, и не будет наследником, но это достаточно сложно и требует большого обсуждения. Тем не менее, такое резюме достаточно кратко. Если капитальных вложений в процессе брака не было, то в случае раздела совместного имущества ваша сестра не будет делиться этой долей с ее супругом. Если мы обсуждаем вопросы уже открытия наследства и наследственного права, то здесь, возможно, супруг будет наследником, возможно. Если на момент, извиняюсь, раз уж мы об этом говорим, открытия наследства, так аккуратно назовем, он будет являться ее супругом. Ну, единственное, если есть проблема в взаимоотношениях с этим человеком, я предполагаю, можно идти дальше, немножко заглядывать и предположить, что он захочет продать эту долю, то, собственно говоря, он вам в первую очередь, как сособственнику, обязан ее предложить. Или потом продать по цене не ниже той, которую он предлагал вам. То есть, в принципе, у вас будет возможность, если что, владеть всей квартирой, ну, при наличии, конечно, денежных, так скажем, вложений. Ну, скажем так, как с ними разойтись? Максим, такая сложная тема. Вообще, Арте, спасибо огромное, просто завершая, да, нашу консультацию. Но, тем не менее, раз уж мы заговорили, владение недвижимостью, особенно жилой, да и не только жилой, по долям, это всегда проблема. О, еще какая. И раз уж мы об этом заговорили, мы говорим сейчас, вот конкретно такую тему обсуждаем, как раздел совместно на житовое имущество, очень часто в процессе раздела люди как раз получают доли. И вот здесь масса моментов, я думаю, коллеги меня поддержат, при которых между людьми конфликт может и более глубоким стать, и главное, что каждый из них в результате не получит от этого имущества того, что, по идее, нужно от этого имущества получить. Да, Наталья, вы так считаете? Эмоции, дело в том, что очень часто, особенно если перечень имуществ большой, очень часто решение суда не просто одну сторону не удовлетворит, а не удовлетворит две стороны. Ни той стороне, ни другой стороне не нравится, как суд решил дело. И поэтому я вот здесь Наталью полностью поддержу, если есть возможность мирным способом обойтись, либо вообще без судебного спора, либо уже, если он случился в рамках судебного спора, заключить либо соглашение разделе совместно на житовое имущество, это если без суда, либо, соответственно, мировое соглашение, если уже по судебному делу. Но, тем не менее, искать компромисс всегда нужно и всегда полезно, и более того, от компромисса можно больше в итоге получить защиты своих интересов, нежели в будущем от решения суда. Не потому что суд плохо рассмотрит дело, а потому что, опять же, напомню, обстоятельствами изначения, которые доказательства выплывают. И, в принципе, дешевле, наверное, договориться до суда, потому что в таком случае вы хотя бы не платите госпошлину, обе стороны не платят, да? Ну, вообще судебных издержек, там же могут быть экспертизы по определению стоимости, например. То есть по таким делам, чем больше имущество, тем больше судебные издержки идут. И здесь достаточно вопрос расходов тоже стоит. С другой стороны, мы тоже советуем не обращаться в суд, но это тоже наша прямая работа, да, адвокатов, собственно говоря, участвовать в процессе. Я немного иронизирую, конечно. Не соглашусь, Максим. А вот, кстати, сегодня, еще до начала программы, позволю себе сообщить этот момент для наших слушателей. Мы с Натальей как раз обсуждали вопрос о медиации, да? Да. Это вопрос, в котором, опять же, и мы, как адвокаты и юристы, тоже напрямую можем участвовать. А я вообще считаю, что юристы, которые защищают интересы своих клиентов, особенно по делам, кстати, не только расторжения брака, а вообще обо всем, что связано с семьей, обо всем. А здесь и момент, связанный с детьми, где будет жить ребенок, определение места жительства. Как будет другой родитель при раздельном проживании осуществлять свои права родить? То есть как будете видеться с ним? Да, судебная инстанция, вот участие в суде, дети, да, это вот как на психику очень серьезно влияет ребенка. Это, во-первых, на психику влияет, а во-вторых, лучше этого избегать. Представьте себе ситуацию, если, допустим, ну, абстрактную, хотя она очень часто применима, мать не дает ребенка отцу, к примеру, да, видеться с ним. Мало ли, как она настраивает в это время ребенка. Отец, тем не менее, получит некое решение суда, в котором будет прописано, когда и как он может видеться. А мать не дает. Вот, как эту ситуацию реализовать? Судебным приставом вырывать ребенка у нее из рук? Ну, закон, да, закон предполагает такие способы, конечно. Закон предполагает, но мы же должны в такой ситуации, мы сейчас отвлеклись от раздела имущества, да, но говорим... Ну, можно уже перейти вот к этой теме, да, я так думаю. А семейный вопрос. Вы знаете, я бы все-таки хотела остановиться вот именно на вопросе медиации, потому что наши слушатели не знают, что это такое, мы с вами вроде как понимаем, о чем мы говорим, да? А наши слушатели совершенно не знают, о чем мы говорим. Это достаточно новый институт, то есть был принят закон года два назад, это медиация, это альтернативное урегулирование споров. Несудебное. Да, внесудебное. Вот, ну и, в общем-то, предполагает заключение медиативного соглашения между сторонами, то есть, ну, фактически это такой некий компромисс. Медиатор — это фигура, ну, лицо, которое является, он не судья, то есть не какой-то там арбитр, он не пытается влезть в эту ситуацию, да, и встать на чью-либо сторону. Наоборот, он должен какие-то приемлемые вот компромиссы искать и предлагать сторонам. Ну, в первую очередь, это психолог, да, плюс еще правовая база, да, где он должен разъяснить, что вот в вашей ситуации лучше решить это именно так или так, приемлемо. Или в таком русле искать компромисс. Да, выслушать обе стороны, ни в коем случае не вставать, никаким образом даже показывать, какое предпочтение той или иной стороне, да, этого конфликта. Но пытаться примирить, найти наиболее оптимальное разрешение этого спора. И на мой взгляд, конечно, если бы наши люди были готовы вот именно к подписанию медиативных соглашений, вот, во-первых, мы бы разгрузили судей, вот, во-вторых, бы, конечно, человеческие отношения, кстати, на этой стадии, они были бы более цивилизованные. В любом случае, конечно, конечно. Да, в одну сторону, другой, да, соответственно, гонорары. А медиатор, он получает вознаграждение за то, что люди пришли к этому соглашению. Вот, в идеале, я считаю, конечно, это было бы отлично просто. Ну, знаете, Наталья, вот, кстати, сейчас прозвучал такой момент, что гонорары и адвокаты тянут одеяло на себя, ведь я уже как раз говорила сегодня в программе, я, например, считаю, что когда работает юрист, да, или адвокат, неважно, представитель по делу, по-любому, в том числе и в первую очередь даже по семейным спорам. В этой ситуации задача представителя не только показать, как он здорово работает, громко кричит или красиво говорит, ну так уж, извините, да, говорю, может быть, жестко, но в первую очередь разъяснить стороне возможные, если есть такая, как бы, русло, в котором можно искать компромисс, разные ситуации бывают, возможные преимущества вот этого возможного мирового соглашения. И как раз я считаю, что юрист, работающий по делу, он тоже должен своего клиента, по крайней мере, ему показывать, что если мы на какой-то момент справимся с эмоциями, ведь по семейным спорам очень часто люди настолько сильно находятся под влиянием эмоций, что ему очень сложно разглядеть, они говорят, пусть будет у меня пополам квартира, пусть я не смогу ей пользоваться, но она не сможет пользоваться. Зачастую дело принципа, знаете, зачастую дело принципа, когда, допустим, муж обращается, либо жена в суд, хочет хоть что-то отсудить, либо отсудить ту часть, на которую он претендует. Иногда просто насолить, о детях, извините, мы заговорили о детях, а ведь очень часто бывает, что когда стороны начинают спорить, с кем живет ребенок, как кто видится с этим ребенком, алименты, размеры, дополнительные расходы, это я так по ходу дела еще нашим слушателям озвучиваю вопросы, тоже связанные с семейным правом, правовые, но тем не менее, ведь очень часто одна из сторон или другая сторона использует ребенка не потому, что они заботятся о ребенке, а как инструмент воздействия, шантажа такого психологического. И как финансовый инструмент. Причем женщины, как правило, этим грешат, которые получают. Мне сложно вас переспорить, двух женщин здесь. Максим, сегодня правда на нашей стороне. А я на стороне правды, но тем не менее, да. Знаете, как он нас отшил, Наталья? Ну, почему так же? Ну, как правило, да, у нас алименты платит мужчина. Ну, исключительно редкие ситуации, когда алименты платит женщина. Их по пальцам можно пересчитать. Я просто мысль закончу. У нас начинается такой... Нет, вот зачастую, допустим, обращаются к нам, к юристам, да, вот в частности, к нам в коллегию обращаются с вопросами алименты, да, вот как мне сделать так, чтобы алименты получал мой ребенок, а не моя жена бывшая, да. Я вижу, что она деньги тратит, там, на свои наряды, на посещение, там, музеев, ресторанов, не знаю еще чего, на поездки и так далее. А ребенок получает какие-то жалкие крохи от этого. То есть многие женщины считают, что алименты – это вот некое обязательство мужчины по содержанию их распрекрасных. Это в Европе, но не у нас. Максим, вы затронули тоже очередную тему, которая напрямую относится к семейному праву. Вопрос алиментов – это вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Напомню, что в эфире «Формула права». Мы сегодня с гостями студии Натальей Боковой и Максимом Добровицким обсуждаем именно вопросы, правовые вопросы, которые могут возникнуть, которые нужно знать, по сути, каждому человеку в каждой семье. И эти вопросы мы продолжим обсуждать. Сразу напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, и адрес сайта финам.фм, где можно оставить свой вопрос в виде комментария. Не погнушайтесь задать вопрос сейчас в передаче. Звоните, мы с удовольствием ответим. Более того, на каждом примере проще обсуждать какие-то общие моменты. Сейчас в нашем эфире будут новости, и затем как раз вопрос алиментов мы обязательно коснемся. Итак, «Формула права» в прямом эфире. С вами я, Анастасия Брайчева. У нас в гостях Наталья Бокова и Максим Добровицкий. Мы сегодня обсуждаем тему, связанную с семейными спорами. У нас на связи, я знаю, есть слушатель. Я так понимаю, что вопрос стоит немножко, может быть, совсем не из области алиментов. Но я думаю, что мы послушаем вопросы. Давайте, интересно, конечно. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос. У меня умер единственный сын. Перед этим женой он развелся. Умер очень быстро. Мне прошло даже полгода. Мы договорились... Любовь Ивановна, Любовь Ивановна, вы, пожалуйста, выключите радио и выключите, если у вас есть какие-то другие телефоны, иначе нам прям вас совсем не слышно. Договорились без суда об имущественных, так сказать, претензиях. В общем, договорились. Но прошел ровно год, и все абсолютно договоренности были аннулированы. Так вот, я хочу узнать, имею ли я хотя бы на что-то, как мать. А вопрос такой договоренности, как они были составлены? Да в том-то и дело, что они были сели за стол и договорились. То есть никаких бумаг не составлялось, да, я так понимаю? Ну, составились просто мне, как пожилому человеку, как памятка. А я так поняла, что у вас сейчас как бы вот вопросы решаются с бывшей... с невесткой, да? Ну, вообще, ну, и с невесткой, и там сын. То есть я отказалась, все в пользу внука. То есть вы уже совершили отказ? Отказ от наследства, я так понимаю, был. А вы сделали это у нотариуса, да, написали заявление? У вас опять телефончик, и пожалуйста, выключите, иначе вас и не слышно, и нашим слушателям тоже тяжело слышать. Совершила отказ. В пользу внука. Я поняла вопрос. Ну, смотрите, вопрос у нас... Ну, просто договорилась, чтобы, допустим, квартиру на сына переделали, вот ту мою часть и остальную. А деньги, чтобы мне от сдачи коттеджа, там, какую-то часть, ну, 20 или 15 тысяч, чтобы мне давали. Ну, короче говоря, вначале, пока не прошел год, все соблюдалось, и очень ласково ко мне относились. А теперь совсем меня забыли, поскольку все уже, ну, почти три года прошло. Знаете, очень важный вопрос, хотя не по теме сегодня. Спасибо вам огромное за этот вопрос. Я позволю себе начать комментарий. Дело в том, что достаточно часто люди совершают... Мы сейчас обсуждали тему медиации, тему добровольного разрешения конфликтов несудебного и так далее. И здесь вроде бы то же самое произошло, но только по делу о наследстве. Да? Но, тем не менее, никак не было оформлено. Единственное действие юридическое, которое, как я понимаю, сделала слушательница, которая к нам обратилась, это отказ от наследства. Я напомню нашим слушателям, хотя мы и не обсуждаем сегодня тему наследства, но, тем не менее, отказаться от отказа от наследства, извиняюсь за тавтологию, но звучит это так именно с точки зрения закона, невозможно. Ну, единственное, вот я представляю... Если только не доказать, что был не в себе, мягко говоря. Да, либо привезли пара дюжих ребят в кожаных куртках, да, как говорится. А как через год? Заявлений в милиции не было? Да, да, я вот предполагаю, что есть какие-то инструменты, но их реализовать будет, ну, архи-сложно, наверное, все-таки невозможно в данной ситуации. Если только человек, который в тот момент отказывался от наследства, не находился в состоянии, в котором... Да, в болезненном состоянии психики. В болезненном психике, да, который не мог руководить своими действиями, не понимал их значения, вот этот еще доказывать, надо судебной психиатрической экспертизой. Да, очень сложный вопрос. Вот, но, тем не менее, других способов практически нету, и передумать нельзя. То есть, да, не надо полагаться на договоренности с родственниками абсолютно. Ну, то есть, вот буквально, секунду, достаточно важный момент, и не просто так, как я понимаю, Наталья, да, вы меня сейчас либо опровергнете, либо поддержите, но не просто так говорили об институте медиации, он может вообще в любом виде споров, не только в семейном, присутствовать. И самое главное, чтобы результатом вот этих договоренностей были нормальные правовые бумаги, в которых эти договоренности будут четко прописаны. Да, только хотел об этом сказать. Вы вроде договорились, да, все? Не на листочке, не памятка, а именно договоренности, потому что можно и в рамках наследственного дела соглашение между наследниками составить. Можно даже, если бывает, когда вот нет совсем таких процедур каких-то, и люди хотят что-то прям почти железобетонное, можно, будучи уже находясь в договоренностях, подать в суд и в суде сразу же мировым соглашением закончить спор. Если судья утверждает это мировое соглашение, выносит определение, оно... По сути, это решение суда, да? По сути, да, имеет силу решение суда. В принципе, вот без профессиональных юристов медиация бессмысленна все-таки. Ну, я вообще считаю, что медиатор должен быть профессиональным юристом. Конечно, он должен обладать... То есть вот эти договоренности, да, они просто-напросто могут превратиться в Филькину грамоту через какое-то время, вот как здесь. Давайте вернемся... Можно я вот просто завершу ответ на этот вопрос, да, и хотела бы порекомендовать слушательнице все-таки не опускать руки, и, может быть, какие-то нюансы она сейчас не озвучила, поэтому я считаю, что нужно все-таки обратиться к грамотному адвокату, показать материалы дела, изложить ситуацию, а дальше уже принимать для себя решение. Знаете, вот этот момент, я вообще всегда поддерживаю именно тот вопрос, что если есть правовой вопрос, нужно обратиться к профессионалу. Если нам нужно починить зуб, мы, собственно, не сами там ковыряемся, как правило, ложкой, идем к стоматологу, да, потому что масса нюансов, даже, ну вот, как мы сегодня с Максимом говорили, только расторжение брака. Наталья нас, я думаю, 100% поддерживает. Дело, которое по-хорошему можно из интернета скачать бланковского заявления, в общем, самому теоретически разобраться, да, это дело несложное, гарантированное. Сам себе режиссер, да, в такой ситуации. А вот когда мы начинаем что-то делить, бывает, что когда уже человек приходит с правовым вопросом, уже поздно. Кстати, к семейному праву. В свое время, это было достаточно давно, я тогда еще была только стажером, ко мне пришел консультироваться очень-очень пожилой мужчина, который рассказал историю, с которой явно следовало, что он состоял в фиктивном браке. Да, не буду сейчас обсуждать конкретные детали, но у меня были на этот счет практические уверенности из его рассказа. Понятно, что мы обсуждали это на словах. И он хотел приватизировать квартиру, в которую эту свою, так сказать, супругу, но она была юридической супругой, он ее уже прописал, и она говорила, окей, мы приватизируем на двоих, половину мне, половину тебе. И для того, чтобы как-то этот вопрос решить, он пошел и расторг с ней брак. И такая маленькая деталь для наших слушателей, это напрямую относится к вопросу, хотя немножко мы отошли от тех вопросов, которые говорили, нельзя брак признать по суду фиктивным после того, как он расторгнут. И вот этот мужчина сам себе отрезал себе пути для того, чтобы решать свой же вопрос. Потому что если брак был бы фиктивным, признан, недействительным по мотиву фиктивности, то можно было бы ее снять с регистрационного учета, признав регистрацию недействительную, и он бы тогда сам эту квартиру на себя приватизировал. Как бы в юридическом плане стереть ластиком то, что происходило. А он сам себе все это испортил и лишь после пришел к юристу, чтобы услышать вот такой негативный ответ. И, собственно говоря, вот эти вопросы достаточно важные. Но напоминаю нашим слушателям еще раз телефон 6510996, код Москвы 495. Я знаю, что у нас есть еще звоночек, мы с удовольствием выслушаем. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте. Меня зовут Владимир. У меня вот такой вопрос. Собственно, я в браке, потом мы развелись, но там преимущество более или менее нормально договорились. Вернее, я просто все оставил, но не важно. У меня такой вот вопрос по поводу раздела детей. Звучит ужасающе. Определение, да, порядка местожительства ребенка, порядка общения, да, да. Порядка пользования еще, давайте расскажем. Но, тем не менее, понятно, да, Владимир, вы хотите понимать, кто с кем будет жить, да? Этот вопрос. Сколько детей? Нет, не совсем. Двое детей. У меня, собственно, вопрос. Могу ли я каким-то образом потом забрать детей? То есть сейчас старшему 7, младшему 5. А кто мальчики, девочки? Мальчики оба. А я считаю, можете. Вот я просто начну, да. Дело в том, что нынче практика как-то более-менее позитивно идет в отношении мужчин. Раньше бывшему мужу забрать ребенка и воспитывать его... Очень веские только основания. Очень было сложно. Мать преступница, алкоголичка, наркоманка. Да, алкоголичка, наркоманка, совершенно верно. Сейчас уже исследуются все обстоятельства. Это и ее поведение в принципе, да, это ее психологическое, психическое состояние, да, это материальное состояние, это где ребенок проживает, кто его учит и так далее. Даже вот недавно была ситуация, изучался вопрос бабушки, дедушки, с чьей стороны есть, со стороны, допустим, отца или матери, и кто из бабушек, дедушек общается. Когда выяснилось, допустим, что, даже не допустим, так и было, бабушка доктор наук, и она достаточно известный воспитатель, преподаватель, точнее, да, и так далее, то судья уже по-другому смотрел на мужчину, да, и, собственно, уже проводилась экспертиза родительских отношений, и, собственно, ребенок остался проживать с мужчиной. Мать совершенно нормальная, не наркоманка, все хорошо, но надежда, она всегда есть у мужчины сейчас. То есть просто нужно собирать комплексы доказательств. Вот это, кстати, момент сейчас, Наталья, достаточно важный. В каком смысле? У нас действительно бытует мнение, что мужчина детей не отсудит. Вот к вопросу, который сейчас, да, у нас слушатель задал. Ну, ошибочно, я считаю, ошибочно, да. Оно ошибочно, почему, между прочим? Потому что, когда суд выясняет обстоятельства жизни, да, банально, ну, я сейчас некую такую абстрактную семью представлю, которая вот распалась, и муж хочет забрать детей. Предположим, муж работает 12 часов в день, да, вкалывает. Ради чего он вкалывал? Ради семьи, ради детей и так далее. Но нас-то интересует вопрос детей, и мы что будем обсуждать в суде? И что будет судья узнавать? Сколько вы работаете? А кто в это время будет с детьми находиться? А кто ходил с детьми, ну, в зависимости от их возраста, в школу, в детский сад водил, забирал? Кто ходил к врачам, забирал? А кто, соответственно, там, на кружки, какие-то, и вот эти вот все моменты? Кто кормил, кто ебудил. Привязанность детей к родителям. Да, это, ну, естественно. И в будущем, и в будущем времени это интересует себя. Кто будет этим заниматься? Естественность. Именно с тем, чтобы понять, как это будет происходить. И железобетонная, совершенно железобетонная позиция органов опеки и пообещительства, которые дают свое заключение. Что у матери. Да, что у матери, что у отца. Нет, нет, зачастую они изучают, да, этот вопрос. И, собственно, как они скажут, так на 90% и будет. Вот смотрите, Максим, ведь дело в том, что зачастую, когда отец ребенка идет в суд с этим иском и просит признать местом жительства ребенка его место жительства, он не готов в суду пояснить, буквально разложить по полочкам, как он будет, я утрирую, просыпаться и как все это время будут заниматься с ребенком. Чем будут заниматься с ребенком? Чтобы суд действительно остался убежденным, что вот в мужских руках интересы ребенка будут полностью соблюдены. Не потому, что ребенку с матерью нужно, ну, есть такое мнение, от этого никуда не деться и, может быть, психологически, зависит от возраста. Чем меньше ребенок, тем больше шансов с матерью остаться. Наверное, действительно больше нужно быть с матерью. Но разные обстоятельства бывают. И вот эти обстоятельства нужно очень серьезно учитывать. И вот в данной ситуации, отвечая все-таки на вопрос нашего слушателя, который сейчас прозвучал в эфире, я хочу сказать, что может быть у вас есть такие шансы. Да я бы сказал, они есть. Я бы хотела сказать, что, учитывая возраст ребенка, старшему ребенку 7 лет, и вопрос был в будущем, я считаю, что в будущем да, потому что с 10-летнего возраста у нас закон обязывает получение согласия ребенка. Вот, поэтому, с учетом того, что, как практика показывает эти споры, они достаточно длительные, да, и в ходе рассмотрения будет назначена там судебно-психологические экспертизы различные. Вот, в общем-то, 3 года пролетит незаметно, с учетом всех этих обжалований. Вот, может быть, вы придете к какому-то мировому соглашению. Вот, но в будущем, я думаю, что здесь уже, конечно, нужно необходимо исходить из интересов детей. И если дети однозначно скажут, что мы хотим жить с папой, да, и, в общем-то... Ну, вы предлагаете цивилизованный метод, это нормально, кстати, это хорошо. Да, я предлагаю цивилизованный метод. Зачастую, да, бывают ситуации, когда мужчина сам в один прекрасный день забирает ребенка из школы там, либо из детского сада, и все, он, считай, забрал ребенка, он так считает, и уже дело матери обращаться в суд, к приставам, писать заявление в полицию о том, что похитили ее ребенка и так далее. Многие используют именно вот такой инструмент. Не сами обращаются в суд, а сами предпринимают шаги. А по моей практике, с одной стороны, это вроде выглядит сладко достаточно. Взял и забрал. Никаких судов тебе, ничего. Взял и забрал, а там уж потом будем судиться, да? А с другой стороны, у меня несколько ситуаций таких было, когда вот с другой стороны мужчины именно таким образом поступали, и это... рано или поздно это дело в суде все равно окажется. Окажется, да. Со стороны матери однозначно. И вот это никогда не будет для суда каким-то положительным моментом. А мужчине все-таки пока что, на мой взгляд, надо стараться очень сильно. Для того, чтобы выиграть процесс и чтобы ребенок остался с ним. Если мужчина один раз так поступил, да, он выиграл определенное количество времени, не спорю, но в будущем, мне кажется, что ему, возможно, будет достаточно сложно и сам процесс этот выиграть. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем сегодня программу семейных споров. У меня в студии гости Наталья Бокова и Максим Домбровицкий. В эфире «Формула права». Мы сейчас послушаем новости и вернемся к вопросам, я думаю, что связанным уже на этот раз с детьми. Итак, «Формула права» сегодня в прямом эфире. С вами я, Анастасия Брайчева. Обсуждаем мы сегодня с гостями студии тему по семейным спорам. Говорили сейчас обо всем, что связано с детьми. Нашим слушателям, напомню, телефон 651099,6. Код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос. Мы постараемся, я думаю, обязательно на него ответим. Либо написать ваш вопрос или комментарий на сайте finam.fm. И как раз вот с сайта есть такой вопрос, достаточно простой. Хотя я удивлена, мне казалось, что ответ на этот вопрос, а наши слушатели уже, ну, мне кажется, что все знают. А, видимо, нет. И действительно, это нужно обязательно сказать. Вопрос задала Елена, и звучит он следующим образом. Если дочь учится на бюджетном отделении, то должен ли бывший супруг платить алименты после ее 18 лет? Разрешите, да? Конечно, Алина. Обязанности по выплате алиментов возлагаются на родителей. Вообще, обязанности по содержанию детей до 18 лет. С 18 лет у нас уже взрослый человек, дееспособный, в состоянии, ну, фактически обеспечить себя. Кстати, хотели... Ну, считается так. Ну, кстати, да, вот хотели, насколько я помню, проект какой-то внести, там, увеличить возраст, повысить этот возраст. Вот я не знаю, на какой стадии это. Ну, на сегодняшний день 18 лет – это дата, возраст, с которого прекращается выплата алиментов. Есть исключительные случаи, когда там ребенок инвалид, нетрудоспособный, вот. Но в том контексте, в котором был задан вопрос, ребенок обучается в институте. Ну, да, речь у нас не о пособии, которые, вот, важно было бы, да, то есть, здесь выплата, ну, содержание дочери, только это исключительно по желанию самого отца. Вы знаете, я вспомнила такую шутку, поговорку, можно по-разному относить, что хороший родитель должен содержать ребенка до пенсии, да. Но, тем не менее, это законом у нас не подтверждается. Обратное предусмотрено даже, да, ребенок уже должен содержать родителей. Да, это тоже, кстати, семейный вопрос. Но, в любом случае, вот, в контексте алиментов, давайте сразу такой, как бы, рубеж поставим. Если действительно нет исключительных моментов, связанных с нетрудоспособностью ребенка, то алименты выплачиваются до возраста 18 лет. И тут уже не важно, учится ребенок, не учится, работает, не работает. Хотя с этой логикой я тоже, кстати, не согласна, потому что, конечно, родители должны, ну, если по-человечески, не с точки зрения закона, должны дать старт ребенку в жизни. Для этого он должен закончить образование. И, мягко говоря, не всегда он это делает ровно в 18 лет. Ну, а как быть с вечными студентами, допустим, если он учится до 25-летнего возраста? Ну, это не значит, что родители его должны содержать. Ну, хотя бы 21 год, например. Вы считаете, нужно повышать? Я считаю, что если ребенок находится на обучении, то, как минимум, да, это было бы правильно. Сейчас дети очень быстро взрослеют, по сравнению, вот, допустим, с 20-м веком. Тогда предусмотреть возможность отмены алиментов в случае, если ребенок сам себя содержит. У нас есть и процедура эмансипации, да, к примеру. Может быть, и так, да. Дело в том, что сейчас, на самом деле, трудоустроиться-то не так просто. Вот даже после института, нет, понятно, что можно пойти куда-то подрабатывать, в какие-то кафе, там, еще что-то, да. Но полноценно устроиться и получать заработную плату, чтобы содержать себя и учиться еще, то есть это достаточно проблематично. Ну, вы знаете, здесь можно долго. И взрослым-то, да, сложно устроиться. Как страшно жить. Да, как страшно жить, да. То есть я считаю, что, конечно, каждый человек в любом случае должен, уже будучи взрослым, да, человек, но я не считаю, кстати, вот лично я субъективнее, как юрист, не считаю, что в 18 лет человек уже полностью взрослый. Вот для меня, нет, 21, наверное, да. А может быть, от человека зависит. Конечно, может, кто-то и в 16. Но это есть правовые, мы сейчас только что называли эмансипацию, да, правовые какие-то моменты. Я говорю, что в целом... Мы о психологических, наверное, да, больше? Психических даже в какой-то степени. Психических, психологических. Кстати, по некоторым роду могут быть проведены экспертизы, какой психологический возраст ребенка, да, не тот, который у него там в документах посчитается с даты рождения, а именно насколько он... Как правило, заниженный, да, по экспертизам проходит. Ну, не всегда, тем не менее, не всегда. То есть развитие шестилетнего, да, у 10, там, 12-13-летнего, как правило. Ну, они страхуются еще, да, с самой экспертизой, это же второй момент. Но это просто, скорее, это редкие ситуации, я думаю, что мы сегодня не успеем их обсудить, ввиду просто того, что они реже всего возникают как бы в практике. В принципе, напомню нашим слушателям, что сегодня мы обсуждаем тему семейный спор, телефон-студия 651099-6, код Москвы 495. И, возвращаясь к вопросам о детях, да, вот про алименты мы сказали. И, кстати, про алименты один вопрос, который мы не обсудили, и достаточно сложный вопрос. Ведь суды как делают? Суды вправе назначить по закону либо в процентах от заработка, либо в твердой денежной сумме. Для того, чтобы суд в твердой денежной сумме назначил, должны быть основания в этом законе предусмотренные. Не просто так, потому что сторона просит. Да, либо какой-то непостоянный заработок, либо отсутствие заработка вообще. Либо в валюте, да. Либо в валюте, да. Ну, то есть какие-то вот... Если человек просто работает и зарабатывает свои честные 10 тысяч рублей в месяц, то нету никакого основания в твердой денежной сумме суда в силу закона. Он, может быть, и хотел бы, но в законе по-другому написано. Ну, кстати, вот честные 10 тысяч замечательно, но сторона, как правило, представляет доказательство его платежеспособности. Это, допустим, он получает 10 тысяч рублей, но имеет дом загородный, допустим, за миллион долларов, имеет автомобиль достаточно престижной марки и так далее. Это уже говорит о том, что его источник дохода скрыт. И в таких ситуациях суды действительно используют инструмент твердой денежной суммы при назначении алиментов. Но вот в вашей практике, Максим, достаточно часто это происходит, потому что очень сложно идут суды на это. Потому что это не доказательно. Мы не можем принести некую бумажку, назвать это доказательством, в котором написано, что у человека есть доход такой-то. Сегодня 100 рублей, завтра 100 миллионов рублей. Вот я упомянул, да, что суды ориентируются на его состояние. Состоятельность. Да, состоятельность. И, собственно, если сторона представляет доказательство того, что действительно он не мог на эту зарплату приобрести вот это здание, не мог, допустим, ездить, отдыхать на какие-то дорогие курорты... Он говорит, я 10 лет назад заработал, а сейчас трачу. Но суд у нас ориентируется по внутреннему убеждению, вынося решение. То действительно выносится вот именно решение по твердой денежной сумме. И чаще и чаще эта ситуация возникает, потому что у нас все ушлые, да, народ. И, собственно, как правило, все любят занижать доход. И организации многие этим грешат и так далее. Да, ну что говорить, так оно и есть. Поэтому суды тоже это понимают. То есть вы рекомендуете, Максим, не опускать руки в случае, если супруг или бывший супруг в данной ситуации, да, не хочет платить алименты. Да, процентное соотношение, я считаю, это, конечно, не алименты. Потому как действительно, ну, у него серьезная нормальная зарплата, взыскали 25%, у него есть все инструменты для того, чтобы занизить эту сумму, да. Договориться на своей фирме о том, что у них там понижается заработная плата, да. Перейти на другую должность, оклад снизить или вообще уволиться с организации. Возможности миллион, да. То есть возможности не платить очень много. Если твердая сумма, я считаю, что да, тогда, можно сказать так, суд выигрывала женщина, да, которая вот именно обращалась за алиментами, потому что она будет гарантированно получать этот доход. Ну вот смотрите, это достаточно важный момент. И, кстати, есть еще одна тонка, связанная именно с алиментами, которая заключается в том, что алименты с даты обращения в суд, если мы в судебном порядке алименты взыскиваем, да, либо до, не более чем за три года даты обращения в суд, в случае, если, и вот тут есть после если определенный момент, который нужно выдерживать. Страна уклонялась от уплаты этих алиментов. А как это доказать? Хотя бы, допустим, если вы собираетесь, или у вас идут переговоры, или еще что-то, всегда можно подстраховаться, направить письмо, прошу тебя выплатить эти алименты на содержание. Если человек, а другой человек с другой стороны, ну, чаще всего это мужчин, но не всегда, да. Стоит напрячься мужчине, когда он письмо такое получает. Да, напрячься, но есть другой момент, бывает наоборот, когда человек платит алименты, но из рук в руки передает, потому что у них все хорошо. Да, кстати, очень часто такая ситуация. И никаких бумажек нет, ни на счет не платит, ни по почте не переводит, нет ни одной бумажки, что алименты переданы. Потом он получает такое письмо, он не обратил на него внимания, а после чего супруга в суде заявляет, я вот даже письменно обращался, он ни рубля на ребенка, бывает и такое, да, не заплатил. А он говорит, ну как же, я каждый месяц платил, а доказать этого ничем не можно. И пошло обогащение. Да, но мы не можем доказать, что мы знаем это по-человечески, но в суде мы ничего предъявить не можем. Потому что по любым практическим делам все-таки передачу денег, да, нужно либо расписка, либо платежный документ. Либо соглашение, может быть, подписать им, если он выплачивает. Но даже если соглашение, он все равно каждый раз, когда отдает деньги, вот этот рубль, 10 миллионов. Самый простой вариант, счет и насчет перечисления. Да, перечисления. Конечно. То есть обязательно оставлять себе вот некую возможность доказать, что ты платил действительно деньги. Отстелить соломки, конечно. Не уклонялся. И между прочим, если, возвращаясь немножко назад, если вопрос встанет, сначала вы платили алимент, а потом вы хотите ребенка, к примеру, себе взять, да, показав суду, что вы полностью и больше даже, к примеру, чем обязаны, выполняли свою обязанность по содержанию ребенка, и продемонстрировав вот эти доказательства суду, это тоже будет определенный плюсик на стороне отца, которому для того, чтобы выиграть дело, нужно очень много плюсиков собирать. Но это будет один из них. И, собственно говоря, наоборот, я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям, раз мы заговорили об алиментах, злостное уклонение от уплаты алиментов, это вообще уголовное дело. На всякий случай. Если вдруг с вас взыскали алименты, а опять же, возвращаясь к тому, как вы платите, взыскали алименты, и вы начали, к примеру, платить эти алименты, вроде как из рук в руки, доказать потом не можете, да, и, собственно говоря, потом стали этим приставы заниматься этим делом, то здесь достаточно сложный момент. В любом случае, пусть это и выводит на формальный уровень, пусть даже хорошие отношения между расставшимися супругами, но лучше всего, моя рекомендация, я думаю, что коллеги, возможно, ко мне присоединятся, лучше всего платежные все вот эти вот моменты проводить действительно через банк. Сейчас совершенно спокойной карточкой можно пользоваться, это никак не ущемит права человека, который эти деньги получает, но зато всегда можно доказать сам факт перечислений. Да, личная передача денег все-таки это слабая сторона вот этого дела. Вообще, кстати, личная передача денег – это слабая сторона любого дела, да, будем мы говорить о бизнес-расчетах, будем мы говорить о займах, будем мы говорить о семейных вопросах и платежах по алиментах, к примеру. Или вот, кстати, сегодня женщина звонила в эфир и по поводу наследства спрашивала, спрашивала, когда у них вроде как там какая-то записка, но не было нормальных документов, о чем они по наследству памятку делали. Опять же, то есть, по сути, тоже момент, это не совсем личная передача денег, но тем не менее документов никаких нет об этих договоренностях. Может быть это правильно, может быть нет, но я хотела бы для наших слушателей такую вещь сказать. Есть такое понятие, как доверие, да. Понятие это абсолютно не юридическое, если мы только о мошенничестве не говорим, но у нас сегодня другая тема, да. В общем, в жизни это не юридическое понятие, но каждый несет ответственность за это дарение сам, перед собой, потому что как юрист нельзя отрицать полностью возможность и наличие доверия в жизни, да. Это вот чувство, эмоция, которое нельзя все делать как вот по-юридически, наверное, хотя, может быть, и можно. Каждый сам для себя должен этот вопрос решать. Но за наличие этого доверия, если человек доверился, составил так называемый джентльменский договор, то есть что-то устно обсудил, но не зафиксировал никакими документами, это вопрос доверия. Если вас обманули, значит, вы несете убытки, потери, сами отвечаете перед собой за это доверие. Собственно говоря, напомню нашим слушателям, что в эфире «Формула права» мы уже заканчиваем нашу беседу, хотя очень много, очень много, на мой взгляд, мы не успели обсудить, наверняка будем обсуждать эту тему еще. Это бесконечная тема. И главное, что в этой теме огромное количество нюансов, очень много, по каждому делу. Самое интересное, что каждый с ней сталкивается впервые, когда в нее попадает в эту тему, да, для него это... Ну, естественно, мы же все-таки не разводимся и разделим имущество и детей не каждый день. Оказывается, имущество надо делить, да, оказывается, с детьми надо разбираться. Хотя и в этой области есть профессионалы, да, но тем не менее их уже гораздо меньше. Я думаю, что это вопросы связаны не только с каким-то благосостоянием и с материальными ценностями. Семейные споры всегда тем и отличались от многих, не всех, но многих других тем, что в этой области огромное, безумное количество эмоций. Эмоций, связанных и с личным плана, личным характером, и эмоций, связанных с детьми, и необходимость защищать детей. Единственное, к чему я вот уже резюмирую нашу программу, хотел бы призвать всех наших слушателей, если у вас есть дети и есть какой-то семейный конфликт, все-таки в первую очередь думайте о детях ни в коем случае, не используйте их в качестве инструмента для шантажа, то, с чем нам и коллегам достаточно часто приходится сталкиваться, но я думаю, что наши дети этого не заслуживают. Я напоминаю, что в эфире была «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева, ввела эту программу. У меня в гостях была Наталья Бокова, эксперт юридической фирмы «Частное право» и Максим Домбровицкий, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Легисгрупп». Каждый четверг в 11.00 в эфире наша программа. Возвращайтесь к нам. До свидания.